всем привет меня зовут снежа и добро пожаловать на мой канал слушайте ну у меня очень много было запросов по поводу того чтобы я сделала разные топы красителей которыми я пользуюсь именно по цветам например классные фиолетовые классные зеленые желтые красные оранжевые и сегодняшний обзор будет про желтый краситель прямого действия которые я использую в работе я сразу хотела бы сказать что для меня не существует плохих либо хороших красителей каждый краситель выполняет свою функцию под разный запрос и под разные все что угодно потому что они все очень разные по стоимости они в случае не разные по доступности что вам нужно в принципе знать про желтый краситель прямого действия они бывают разные по консистенции они бывают разные по пигментированности если вы мастер по яркому окрашивание либо вы хотите стать мастером по яркому окрашиванию, либо вы просто мастер и хотите, чтобы в вашем арсенале был универсальный желтый, вам нужно понимать, что вам нужен самый пигментированный желтый, который существует на рынке, потому что из самого пигментированного плотного цвета вы сможете сделать уже все, что угодно. А когда к вам в руки попадают пастельные желтые, то тут уже, к сожалению, вариантов с ним что-то сделать многофункциональное просто нет. Сегодня я расскажу про все желтые красители, которые есть у меня в студии, мы поговорим про их стоимость, какие-то плюсы, минусы, под какие запросы они подходят. Если вам понравился или понравится такой формат видео, либо такая идея составить топы красителей определенных цветов, ставьте лайк, ставьте комментарий, это поможет моему видео выйти в рекомендации, и если это видео наберет 50 тысяч просмотров, то я буду дальше снимать видео такого формата, так как все-таки мы должны анализировать то, что интересно нашей аудитории, и если какие-то видео не будут заходить, мы просто не будем снимать такой формат. Все зависит только от вас. Сейчас февраль двадцатого года, и все то, что я проговариваю сейчас, у меня какие-то есть умозаключения относительно разных цветов. Также вы должны понимать, что каждый производитель меняет формулу, так или иначе, улучшая ее с точки зрения запроса наших потребителей. Поэтому именно сейчас, на данный момент, февраль двадцатого года, у меня вот именно такой список желтых цветов, которые я использую в работе, и что какое-то мнение, которое я могу о них составить. Все может меняться, это нормально, потому что разный период времени я использую разные красители и делаю разные умозаключения относительно того-либо иного цвета. Наверное, я буду рассказывать про те красители, которыми я реже пользуюсь и чаще пользуюсь. Ну, потому что, так или иначе, они есть, потому что есть самый частый запрос лично у меня в кресле и лично для моих конкретно задач. И есть какие-то запросы уже, которые периодически попадают в качестве клиентов, либо в качестве моделей. Типа из разряда хочу более стойкий цвет, либо какой-то нестойкий. Бывают разные красители желтые в плане направления цвет, есть более холодные направления, есть более теплые направления. Очень редко, когда бывает такое, что желтый какой-то средний, типа из разряда классический желтый, который не относится ни к холодному, ни к теплому. То есть, производители делают какие-то цвета в неоновой коллекции, которая светится в ультрафиолете, и обычно это более зеленое направление желтого, и более теплые направления, которые не светятся в неон, и соответственно, имеют более такой теплый, ближе к оранжевому цвету. То есть, если вы хотите Если вы хотите сделать желтый какой-то средний, то либо вам придется мешать эти два оттенка, чтобы сделать что-то среднее, либо, скорее всего, просто нужно будет перемешать два оттенка, иначе у вас будет слишком зеленый-желтый, либо слишком теплый-желтый. Поймаешь? Сидана! Первый краситель, с которого мне хотелось бы начать, это краситель Manic Panic. Это формат Pro, это гелевый краситель. Из плюсов мне бы хотелось сказать про его стоимость, потому что он стоит значительно... Мне не нравится слово дешевле, но он стоит дешевле, чем классическая формула красителя на кремовой основе. Цвет называется Solar Yellow. Из минусов, это гелевый краситель. Почему это минус? Лично для меня, потому что я использую в основном в работе кремовой консистенции красителей, и если вы хотите сделать плавный переход из кремового в гелевый, то тут просто нужно норовиться, приноровиться, как-то поработать. Лично я не часто такое практикую, поэтому я настоятельно рекомендую, если вы хотите красить вот таким красителем, то будьте внимательны, и будут там какие-то сложности с точки зрения переходов. Если вы используете кремовые красители и не хотите рисковать, то лучше, чтобы желтый был тоже кремовый, а гелевые красители лучше соединять с гелевыми. Если мы говорим про гелевый краситель, вам точно нужно понимать, что это не антоцианин, не аналог антоцианина, это просто консистенция, гелевая консистенция красителя, и здесь нет каких-то особых рекомендаций с точки зрения нагревания, фиксирующей воды и прочего. Это простой краситель прямого действия, который наносится на сухие чистые волосы, время выдержки у них у всех очень разное. Еще, наверное, один минус в гелевом красителе как раз заключается в том, что здесь очень мало полезных компонентов для волос. Если мы говорим про кремовые красители, то в них, конечно же, больше разных полезных штук, чем в гелевом красителе. Еще есть минус, который заключается в дурацкой железной упаковке, но это минус чисто для меня, потому что мне не нравится железная упаковка, есть огромное количество красителей с такими упаковками, и я просто считаю, что это неудобно. Ха! Дышь! Следующий краситель, про который мне хотелось бы с вами поговорить, это Олин цвет yellow. Я снимала когда-то давным-давно на него обзор, и несколько раз я этим красителем пользовалась. Из плюсов. У него очень выгодная стоимость. Он стоит в среднем от 150 до 270 рублей. 300 рублей. Из минусов. Он очень нестойкий. По крайней мере, из того, что я видела, наблюдала, и из того, что я просто анализировала, этот краситель настолько нестойкий, что он может продержаться на ваших волосах три мытья. Три мытья просто. С одной стороны, это минус, а с другой стороны, это плюс. Если вы хотите поэкспериментировать с цветом волос, и вам нужно выглядеть просто эффектно и как-то необычно на каком-то мероприятии, то вы можете без проблем покраситься Олин желтым. Мне бы хотелось, наверное, все-таки переделать тест пряди, потому что мне кто-то там на ушко жужнул, то они якобы поменяли формулу, и что желтый теперь у них более пигментированный, и что так легко он не удаляется. Ну-ка, ребята, расскажите мне, пожалуйста, может быть, кто-нибудь из вас пользовался Олином, и все-таки мои выводы относительно нестойкости этого красителя будут верны, и что он действительно вымывается за три мытья. А на одной девушке он даже выветрился. Я ее затонировала в желтый. Она пошла гулять, и ближе к вечеру у нее просто выгорела вся верхняя зона в блонд, который мы ее покрасили. Ну, то есть, выветрился! Следующий желтый цвет и краситель, про который мне хотелось бы поговорить, это Palpride. У Palpride на данный момент у меня в наличии есть два цвета, и они совсем недавно презентовали новую коллекцию, где будет присутствовать еще один желтый. У меня в руках холодный желтый, более зеленого направления, и теплый желтый, но он такой с среднего направления, он не сильно теплый и не сильно холодный, потому что Firefly это такой больше неоновый желтый цвет. Неоновый цвет светится в ультрафиолете, лемон не светится в ультрафиолете. Из минусов. Этот краситель можно приобрести только парикмахерам, либо тем людям, которые очень плотненько дружат с парикмахерами, и там, «Хей, давай-ка ты мне продашь Palpride». Стоимость этого красителя также, мне кажется, не совсем выгодной, да, по сравнению с другими красителями прямого действия, потому что это средняя цена 950 рублей. Также есть еще один минус в том, что он недостаточно пигментированный, и не подходит для очень таких насыщенных цветов, если вы хотите смешать этот желтый с плотным синим, чтобы получить плотный зеленый, либо наоборот, допустим, смешать вторичный цвет, оранжевый, это желтый плюс красный. С этими цветами у вас это сделать не получится, потому что они очень низкопигментированные. Из плюсов, они очень здорово ухаживают за волосами, то есть здесь есть увлажняющие всякие разные компоненты, которые делают волосы очень приятными на ощупь, но, на мой взгляд, если оттенки будут доработаны, будут более пигментированы, их просто больше можно будет где применять. Поэтому эти два цвета, они у меня есть в коллекции, но, как правило, часто я ими не пользуюсь, просто по причине того, что они не так универсальны. Следующий цвет Lucky Duck Yellow от компании Matrix. Очень хороший, плотный, желтый, средней пигментированности, он не неоновый, он такой классический желтый. Достаточно хорошее впечатление составил о себе с точки зрения постокрашивания, то есть достаточно хорошие волосы, гладкие, блестящие. Но я напоминаю о том, что вам необходимо всегда предварительно подготавливать волосы к тонированию, красителям прямого действия и нейтрализовывать все щелочные процессы после обесцвечивания. Об этом вы можете узнать в моих обучающих видеороликах. Ссылку я оставляю под этим видео. Это очень важный момент, потому что именно после обесцвечивания, если вы не делаете процедуру по нейтрализации щелочи, все цвета просто вымываются за одно мытье. Те цвета, которые ложатся на правильно подготовленную базу, держатся достаточно длительный промежуток времени. И у меня есть огромное количество доказательств всему этому в виде фотографий, как носятся цвета. Опять же, в моем инстаграм вы можете это все увидеть по хэштегу Снега Вош. Там как раз есть такие цвета, как желтый, чтобы вы увидели, как они носятся. Краситель Матрикс Лаки Дак Йеллоу можно приобрести в магазине для парикмахеров. И я их наблюдала не только в Питере, и в Москве. Это очень здорово. В целом, если вам нужен плотный, желтый, теплый оттенок, то Лаки Дак Йеллоу для этого очень хорошо подойдет. Следующий краситель, про который я хотела бы сказать, это краситель Маник Пенник. Маник Пенник это то, чем я пользовалась достаточно давно, на протяжении длительного промежутка времени. И единственное, что меня действительно смущает в этом красителе, это стоимость, розничная стоимость этого продукта. Потому что, если вы не покупаете оптом краситель, то вы можете встретить стоимость 1100-1500 рублей. И, конечно, это достаточно кусачая цена, на мой взгляд, в сравнении с другими красителями, которые представлены на рынке. Этот цвет называется Электрик Банана. Это более холодный оттенок желтого. У них есть, по-моему, что-то там Саншайн Йеллоу, если я не ошибаюсь. Наверное, все-таки мне кажется, что мне больше нравятся более холодные оттенки желтого. И, опять же, я повторюсь, если вы хотите сделать какой-то нейтральный оттенок желтого, то вам нужно смешивать более холодный, более теплый цвет друг с другом, тогда вы получите что-то среднее. Мне очень нравится то, что это достаточно пигментированный желтый, который, если вы покупаете одну упаковку и тратите полторы тысячи рублей, вам его хватает на достаточно большой промежуток времени, потому что, смешав этот цвет с бесцветной основой, вы получаете достаточно пигментированный желтый. С одной стороны, вы покупаете дорогой краситель прямого действия, с другой стороны, вам его надолго хватает, потому что он очень пигментированный. Очень длительный промежуток времени у меня был этот цвет всегда в арсенале, пока я не нашла другой желтый, который называется Hermans. Это как раз следующий оттенок. Этот цвет уж очень похож на Manic Panic Electric Banana. Hermans – это финский краситель. Сейчас, если я не ошибаюсь. Нет, это не финский краситель. Вот я, Лашпекус, Нидерланды. Ну, просто почему я сказала по поводу финнов? Потому что в Финляндии есть специальный магазин, который называется Cyber Shop. И здесь на упаковке написано, что импортером является этот магазин в Хельсинки. Поэтому я подумала, что он финский. Ну, бывает. Цвет называется Uven Lemon Daisy. Lemon Daisy. Очень красивая упаковка, потому что здесь Pin Up Girl. Здесь все, мне все здесь нравится. Вообще во всех сторонах. Очень пигментированный желтый, который более доступный, чем Manic Panic с точки зрения стоимости. У меня сейчас, я закупилась в последний раз, я купила 20 цветов, 20 упаковок этого цвета, потому что это прям мой фаворит. Его долгий промежуток и времени не было в магазине, где я его обычно заказывала. Кстати, все ссылки на то, где я покупаю краситель, я также оставлю в описании к этому видео. Остальные цвета Херманса меня не то, чтобы меня не устраивают, но они не имеют тех свойств, которые мне нужны. А я основной отталкиваюсь от того, чтобы краситель долго держался, но его можно было удалить. Этот желтый, если вы наносите его несколько раз на волосы, скорее всего, вы с ним останетесь на долгий промежуток времени, потому что он практически не вымывается. Но если вы разбавляете его с бесцветной основой, вы, соответственно, можете исключить тот факт, что он в волосах застрянет, но все будет зависеть только от того, опять же, как вы подготавливаете волосы. Нужен стойкий желтый цвет более холодного направления. Херманс будет тем самым красителем, который оставит вас неравнодушным, потому что это просто моя любовь. Любовь. Так. Можно мне вернуть тот цвет на секунду? Я не знаю. У меня как-то так получается, то, что я говорю плюсы-минусы, а на какие-то красители я ничего не говорю. Ну, то есть, это какой-то бред. Это Снежана во плоти. Из плюсов этого красителя. Здесь очень удобная упаковка. Идеальная упаковка с точки зрения того, что вы можете ее взять, в мисочку наложить, перемешать с бесцветной основой, чтобы сделать цвет не таким пигментированным, а это очень пигментированный цвет. И если у вас остается краситель, вы можете ее обратно в эту баночку поместить. И вот, допустим, если мы говорим про краситель Palpride, Matrix, который мы проговорили, либо Manic Panic, если вы выдавливаете краситель, то вы уже ничего не можете с ним сделать, кроме как, не знаю, взять целлофановый пакет и засунуть его туда. Ну, то есть, это неудобно. Неудобно, когда вы выдавливаете краситель, а потом не знаете, куда его деть. А что Hermans, что Manic Panic, это тот формат, когда вы использовали краситель, и потом вы обратно можете поместить его в баночку. Обратите внимание на то, что здесь на баночках есть пометка, сколько краситель может храниться после вскрытия 12 месяцев. То есть, вы можете без проблем этот краситель еще использовать. И поэтому такая упаковка очень удобная. Мне кажется, что просто по-другому, другая упаковка для красителя прямого действия просто не должна существовать. Краситель от SensiDo, SimSensitive, который называется Hello Banana, и серия цветов Match. Эти красители очень часто встречаются в магазинах для парикмахеров. И их стоимость очень разная. От 350 до 500 рублей, я видела. То есть, это такая, ну, в зависимости от того, в каком магазине вы покупаете. Здесь объем красителя, если я сейчас найду, 125 миллилитров. Ребята, 125 миллилитров, это больше, чем 118. Ненамного, но больше. Потому что в основном стандартный объем это 118 миллилитров, а у некоторых 70 миллилитров. Очень стойкий цвет. Единственный минус, который я точно могу назвать, это его консистенция. Он достаточно густой, и если вы хотите, чтобы вам этого красителя хватило на всю голову, то вам нужно смешать его с бесцветной основой хотя бы чуть-чуть, чтобы сделать консистенцию более податливой, потому что она прям слишком густая. И еще этот краситель ничем не пахнет. Вообще. Это очень хорошо, потому что у вас не будет никакой аллергии на те отдушки и резкие запахи, которые в некоторых красителях прямого действия присутствуют. Я как это красила одним красителем, который пах мармеладными, какими-то растопленными мишками, и к концу окрашивания кажется, что тебе от этого сладкого запаха уже тошнит. Мне кажется, очень многие производители красителей прямого действия думают, что мастера не работают много часов с такими цветами. Типа, и все окей. А для тех, кто очень сложные цветовые решения делает, они не думают об этом. Подумайте об этом. И завершает мой список желтых красителей Ира-Ира. Ира-Ира. Ирка-Ирка. Это краситель, который совсем недавно появился на рынке индустрии красоты именно в России. Я очень долгий промежуток времени заказывала краситель из Америки, из Техаса. Практически год. И мы добились того, чтобы... Ну, просто мы сделали большой вклад. Я считаю. Как бы, не знаю. Ну, никто не знает, наверное, об этом. Но я бы хотела об этом сказать. Вообще, на самом деле, знаете, кто был первым человеком, который Ира-Ира вообще попробовал и дал мне? Это была Катрин. Она сказала, ой, мне прислали краситель, вот, я решила попробовать. И представляете, это был цвет пинг. И мы его попробовали, мы охренели от того, какой он крутой. Потом я решила заказать краситель. И это было сделано, но на деньги, которые вы прислали мне в качестве доната. Я прям помню, что мы с вами по сусекам все пошкребли. Я заказала краситель Ира-Ира. И мы все вместе, получается, с вами, то есть это не моя заслуга, это наша с вами общая заслуга, что этот краситель появился в России. И я общалась с ребятами из Техаса. Они приезжали специально в Россию, специально, чтобы встретиться со мной лично. Короче, мы с ними встретились. Мы были очень рады знакомству, и они сказали большое спасибо за то, что в России так популярен этот цвет, этот краситель. Это очень круто, и они очень счастливы. Поэтому я представляю вашему вниманию краситель Ира-Ира два цвета желтых. Неон-йеллоу и елоу. Плюс в том, что этот краситель доступен каждому и может его заказать абсолютно каждый, и у него достаточно хорошая стоимость. То есть он вообще очень привлекательный с точки зрения цены. Есть два варианта объема. Это 118 миллилитров и 235 миллилитров. 235 миллилитров это очень хороший объем за ту стоимость, которую предлагают те ребята, которые его продают. Желтый цвет очень стойкий. Неоновый желтый не такой стойкий. Если вы хотите получить что-то среднее, вы можете смешать эти два цвета друг с другом и получить желтый оттенок, который будет светиться в ультрафиолете и который не будет слишком холодным либо слишком теплым. Я снимала обзор на Ира-Ира. У меня он есть на странице, поэтому тоже подписывайтесь на мой инстаграм. Минусы красителя. Большой расход при условии, если у вас густые волосы. То есть, опять же, все зависит только от того, какой структуры ваши волосы. И если вы рассчитываете на то, что этот краситель сделает с вашими волосами помимо цвета еще и какой-то супер уход, то, к сожалению, здесь, наверное, нужно использовать дополнительно какой-то уход после окрашивания, как до окрашивания, так и после окрашивания, чтобы волосы были максимально гладкие, блестящие. Минус упаковка. Ну, как бы, блин, упаковка это, конечно, не самое большое преимущество, потому что вы также, если вы выдавили этот краситель, вы уже ничего с этим сделать не сможете. Также, если вы мастер, к сожалению, такая упаковка для хранения в салоне красоты, в студии не очень удобна. Она удобна взять ее с собой в поездку, потому что она такая, типа, вся мягкая и удобная, и никто не поймет, что это, потому что это похоже на детское питание. И как бы, с точки зрения мобильности, она удобная с точки зрения хранения так себе. Еще, наверное, что мне не нравится в этом красителе, это то, что вы не знаете до последнего, что это за цвет, потому что, допустим, когда упаковка открыта, вы видите, что там за краситель, какого он цвета. Наверное, это неудобно в плане хранения, потому что, если такой краситель лежит где-нибудь на витрине, либо на окне, и светят солнечные лучи сюда, это плохо влияет на краситель 100%. Ну, то есть, хранение красителя должно соблюдаться. То есть, вот такие упаковки, они сохраняют краситель в длительный промежуток времени, потому что никаких прямых солнечных лучей не происходит. Поэтому вам нужно посмотреть обзоры на этот краситель, чтобы точно понимать, что за цвет там есть. Потому что у некоторых оттенков нет, соответствую вместе вот с этим кружочком, потому что, ну, они пытались, как бы, сделать максимальное соответствие, но не во всех цветах это есть. А напишите, пожалуйста, какие желтые цвета вам нравятся, которые не вошли в это видео. Возможно, вы напишете про Crazy Color, Alpha Parf. Я просто не включила эти красители в этот видеоролик, потому что я этими красителями уже не пользуюсь. Crazy Color я не пользуюсь. Alpha Parf я вообще ни разу не использовала. Есть некоторые красители других фирм, типа, опять же, там Arctic Fox, Тейно. Я ими просто не пользуюсь, и за счет этого они не попали в этот видеоролик. Если вам есть что написать, напишите обязательно об этом в комментариях. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем хорошего дня и всем пока!